Всем привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Сегодня в этом видео я хочу вам показать свои новинки, которые у меня появились за последний месяц. Косметики очень, девочки, много, поэтому давайте не будем тянуть с началом этого видео и, конечно же, приступим. В этом видео у меня будет неприлично много масок от различных брендов и все я их протестировала, конечно же, спешу с вами делиться. От бренда BioWorld я приобрела себе маску, крио-маску для лица увлажняющую. Знаете, впереди лето и мне хотелось максимально много приобрести масок различных, протестировать заодно для вас, поделиться своими находками, либо разочарованиями. И также я заметила, что у меня очень много масок, которые потеряли свои свойства, ввиду того, что истек срок годности, либо просто они как-то не так уже работают и не так мне сильно нравятся. Поэтому очень много масок у меня будет фигурировать в видео пропустые баночки. И, конечно же, в этот раз я затарилась. Да, действительно затарилась, если можно так назвать. Крио-маска для лица увлажняющая от компании BioWorld. Серия называется Ботаника. В составе у нас мята, клубника и базилик. Компания BioWorld позиционирует себя как такая натуральная косметика. И она заявляет, что 96% натуральных компонентов в составе. Крио-маска с легкой гелевой текстурой. Идеально для кожи, которая нуждается в интенсивном увлажнении и тонизировании. После данной маски, как заявляет производитель, кожа у нас приобретает упругость, свежесть и здоровое сияние. Данную маску нужно нанести на очищенную кожу лица, но избегать области вокруг глаз. Оставить буквально на 15 минут и потом просто смыть водой. Данная маска очень хорошо освежает и увлажняет кожу. Эта маска дает хороший охлаждающий эффект, который мне очень понравился. Я от нее осталась правда в восторге. Кожа такая очень приятная на ощупь, она мягкая. Конечно, здесь про питание речи абсолютно не идет, потому что нет в составе у нас масел. Но по поводу хорошего увлажнения, особенно после загара, после активного солнца, когда будет лето, уже сейчас активное солнце. Поэтому нужно начинать уже использовать эти маски. Они действительно благотворно влияют на нашу кожу. По поводу состава, что хочу сказать, состав у него отличный, просто потрясающий. И у меня даже никаких нареканий нет по поводу состава. Я приобрела себе от компании Vitex защитную увлажняющую СОС маску для лица для использования в душе. Идеальная кожа за 60 секунд, гиалуроновая кислота в составе, увлажняющий комплекс. Что дает данная маска? Давайте я вот вкратце прочитаю, что заявляет производитель. Здесь буквально немного. Создает микромолекулярную пленку, которая защищает кожу от жесткой хлорированной воды во время принятия душа. Второе, это глубоко увлажняет кожу и улучшает дыхание клеток. И третье, это дарит коже здоровое сияние, идеальную гладкость. У нас очень жесткая вода, поэтому данная маска, она прям для меня в тему. Действительно работает за 60 секунд. Иногда я ее держу больше, дольше. Хуже, конечно, от этого не становится. Моему лицу, по крайней мере, отлично она себя чувствует. И, кстати, я вам не сказала, что эта серия называется косметология. Я приобретала из этой серии отбеливающую маску и также приобретала маску-пленку золотую. Все эти три маски, если сравнивать, то мне нравятся отбеливающие. Она просто потрясающая. И я просто теперь обожаю вот эту маску, экспресс маску. Поверьте мне, за это время она действительно хорошо работает. Очень приятные ощущения. Кожа мягкая, она действительно не стянута. Конечно же, после этой маски я приступаю к следующим этапам. Это и тонизирование, и увлажнение, и нанесение кремов и так далее. Кстати, я вам признаюсь, что я ее использую не только в душе, конечно. Иногда с утра, когда не хочется заморачиваться, опять же, с нанесением маски и долго держать ее на лице, я иногда после умывания сразу наношу вот эту масочку перед нанесением макияжа. Когда я у вас спросила, девочки, что протестировать от белорусского производителя, вы мне писали. Ну, не только от белорусского, а от других тоже производителей. Многие-многие мне написали, чтобы я протестировала и сказала свое мнение про данный бренд. Про бренд Мастиш или Мэстиш. Я не знаю, как правильно говорится, но для меня, мне кажется, удобнее все-таки мягче говорить Мэстиш. Более так мягко, да? Давайте, наверное, начнем со скраба. Скраб для лица я приобрела. Заявляет производитель, что он деликатно отшелушивает, очищает кожу в составе энергии витаминов, минералов и так далее. Здесь объем у нас... Какой у нас объем? Объем 100 мл. Данный скраб для лица с минеральными микрогранулами. Деликатно, но эффективно отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса. Улучшает клеточное дыхание. Насыщает кожу питательными веществами и также придает ей гладкость и упругость. Способ применения небольшое количество скраба нанести на влажную кожу лица и шеи. И помассировать, смыть теплой водой. То есть, какое время массировать, сколько не написано. Обычно я массирую по массажным линиям, ну, 1-2 минуты. Это максимум. Вот, больше и не нужно. Давайте скажу свое мнение по поводу данного скраба. Немного у меня неоднозначное мнение, знаете, в том плане, что данный скраб, он, в принципе, имеет такие мелкие-мелкие скрабирующие частички. Вот, знаете, как измельченный такой песочек. Вот совсем-совсем мелкий песок. Вот, вот, еле-еле такой вот видимый, но он ощущается, да, потому что это все-таки такое твердое вещество. Вещество. Когда я наношу этот скраб на лицо, на влажную кожу, как заявляет производитель, то этот гель исчезает, да, то есть он такой непенищийся, он нет силикона в составе, то есть не чувствуется силикона. Вот, попробуйте взять на сухое лицо, нанесите песок, даже, ну, очень-очень мелкий песочек нанести. Какое у вас будет ощущение? Конечно же, кожа будет такая покрасневшая, вот, кожа будет немного раздраженная и так далее. Такое же у меня ощущение после данного скраба, то есть гелевая консистенция, она впитывается, гелевая консистенция, она куда-то улетучивается. Может, не нужно так долго мне его массировать на лице, может быть, хватает и там 30 секунд до минуты, вот, тогда всё нормально. Но я привыкла, если я очищаю кожу, перед тем, как наносить маски, я вам уже много раз говорила, что я люблю очищать кожу очень хорошо, поторговевшего слоя. У бренда Местиш я приобрела ночную несмываемую маску для лица с коллагеном Медузы. С коллагеном Медузы, девочки, представляете, в составе есть этот коллаген. Также есть экстракт гибискуса, экстракт мёда, масло оливы, миндаля, авокадо. И, кстати, именно в этой упаковочке нет СЛС, нет СЛЕС и парабенов. Я, кстати, писала пост в Инстаграм, можете также в Инстаграм зайти почитать. Я заметила, что действительно кожа такая подтянутая на утро, она как будто отдохнувшая, и, знаете, нет никаких заломов на лице. Я наношу на очищенное лицо, я тонизирую лицо, затем я наношу свою любимую сыворотку, и поверх сыворотки я наношу вот эту ночную несмываемую маску, жду какое-то время от получаса до часа, чтобы прям, знаете, хорошо впиталась эта масочка, затем я уже ложусь спать, вот. И, знаете, она так впитывается полностью, то есть я не ощущаю никакой плёночки на лице, я не ощущаю, что у меня маска на лице. Это, знаете, как хороший увлажняющий крем, который действительно работает. На утро какие у меня ощущения? Утром кожа отдохнувшая, как я уже говорила, она мягкая, она подтянутая, и у меня такое вот, ну, приятное ощущение с этой маской. Этот нашумевший коллаген медузы, давайте я вам зачитаю вообще, что он даёт для нашей кожи, стимулирует внутриклеточные процессы, эффективно борется с мелкими морщинками, поддерживает хороший уровень увлажнённости, то есть коллаген медузы даёт хорошее увлажнение. Вот именно на летнее время, чтобы не перегружать свою кожу, этой маски будет достаточно. И, кстати, я вам не сказала, что её использовать нужно всего два раза в неделю, не больше. Давайте я вам также покажу два средства для волос, которые я приобрела. Первый – это шампунь Гарниер Фрукти с активным концентратом фруктов, СОС Восстановление называется. Укрепляющий шампунь восстанавливает в составе у нас Керафил плюс масло Амло, то есть это такие активные компоненты. Устраняет один год повреждений за три применения. Ну, это вообще, это фантастика просто. Почему я приобрела этот шампунь? Я решила немного изменить своему шампуню Head & Shoulders, ну, я, конечно, шучу. Я решила немного чередовать шампунь Head & Shoulders с другими шампунями, потому что мне хочется тестировать. Я решила всё-таки разнообразить, немного на диету сесть от шампуня Head & Shoulders. Но всё-таки я приобрету и буду чередовать, потому что Head & Shoulders для меня – это прям вот действительно номер один шампунь. Не за счёт того, что он избавляет от перхоти, а просто мне нравится, нравится мой волос после шампуня Head & Shoulders. Объём 250 мл, здесь такое, знаете, опять же, хорошее описание, много обещаний. По факту, что хочу сказать, красивая упаковка, конечно, привлекла. Это такой тоже маркетинговый ход. Вот, весна, и хочется вот уже таких ярких красок. Приятный аромат, как всегда. Компания Garnier вообще славится своими ароматами, очень вкусными, фруктовыми такими отдушками. Они такие вот характерные, вот, характерные отдушки у Фруктис. Они узнаваемые, и они вкусные, и хочется покупать, и покупать постоянно разные шампуни, тестировать. По поводу данного шампуня, я прочитала в магазине, что это новинка. Конечно же, я решила с вами тоже поделиться своим мнением по поводу него. Для меня данный шампунь хороший, по консистенции, отлично пенится уже с первого нанесения, хорошо очищает волосы, не вызывает перхоть, никакого раздражения. Но, есть огромное «но», для меня, по крайней мере, и заметил не только я, но и мой старший сын, очень утяжеляет волосы. Очень сильно утяжеляет волосы. Знаете, вот, первый раз я промываю волосы, второй раз, конечно, дает такую огромную, обильную пену. Вот, но, что хочу сказать. Несмотря на то, что я даже после данного шампуня не наносила маску, не наносила бальзама, поласкиватель, у меня такое бывает иногда, я просто использую теперь шампунь. Но после данного шампуня я использовала несмываемое средство. Перед укладкой, перед сушкой феном, я просто несмываемым средством, своим любимым, от компании Белит и Витекс, который называется BB12 эффектов. Кстати, у меня уже он закончился, там на одно применение осталось всего этого средства. Но, девочки, этот шампунь все-таки утяжелил, потому что несмываемое средство я наносила вот на отросшую часть, и все. Но на второй день у меня уже были жирные волосы, и мне пришлось их перемывать, потому что я не люблю вот этот эффект, когда на второй день уже такие вот грязные сальные волосы. Это, знаете, прям видно. Особенно утром просыпаешься, расчесываешься, а волосы, они прям, вот знаете, грязные. Это очень как-то неряшливо смотрится. Второй раз как-то я не хочу использовать этот шампунь, потому что я не хочу потом на следующий день перемывать свои волосы. Я привыкла вот один раз в три дня мыть голову, и все. Я не хочу этим заниматься каждый день, тем более волосы длинные, и нужно их укладывать. Если не укладываешь, все равно, да, есть какая-то такая вот пушистость присутствует, потому что волосы осветленные, волосы поврежденные, и нужно их все равно вытягивать феном. Вот, поэтому вот по поводу данного шампуня, вот такой развернутый у меня ответ. Нет, нет, нет. Шампунь, вот который, знаете, мне понравился. Действительно понравился. Я, конечно, не буду его сравнивать с Head & Shoulders, хотя и тот, и этот, они против перхоти, но все-таки мы сейчас не говорим про перхоти. Шампунь Клер, тоже написана новинка, поэтому я приобрела против перхоти питающий шампунь и интенсивное увлажнение. Увлажнение кожи головы и волос с экстрактом кактуса. Вот я, знаете, здесь поспорила бы по поводу того, что увлажняет и волосы, ну, то есть длину, да, и кожу. Кожу головы он немного подсушивает, совсем немного. После этого шампуня уже на третий день даже я смотрю и вижу, что действительно волосы чистые, то есть они не нуждаются в том, чтобы их помыть, вымыть. Шампунь мне понравился по аромату, прям вот зачет полный по поводу аромата понравился. Действительно такой, знаете, он вроде бы ярко выраженный, но такой приятный аромат, консистенция такая приятная. После этого шампуня нужно все-таки использовать бальзам либо маску, потому что, еще раз скажу, подсушивает волосы. В компании Vitex я приобрела себе крем дневной с SPF 15. Давайте, ну, зачитаю хоть немного, что производитель нам заявляет. Конечно, много всего. Я не буду прям вот все-все-все читать. Я просто хочу сказать, что данный крем направленного действия для активного увлажнения в составе Аквапульсар. Это такой вот увлажняющий активный компонент. Акваполин, морские водоросли, глицин и ОФ-фильтры. Сейчас без SPF защиты, конечно же, никуда, поэтому обязательно не забываем пользоваться кремами с SPF защиты. Хотя бы минимум SPF 15, чтобы было. Если SPF больше, то это даже лучше. И выбирайте тональные кремы обязательно с SPF защитой, потому что для вас это огромный-огромный плюс, и кожа вам потом скажет спасибо со временем. Это интенсивно увлажняющий дневной крем 12 часов для всех типов кожи с эффектом лифтинга на основе поляризованной воды с Аквапарин-комплексом, как я уже сказала, морскими водорослями и глицином. Данный крем мне очень понравился. У него объем 50 мл. Понравился в том плане, что утром, когда я его наношу, я обязательно потом делаю макияж. Я уже вам рассказывала, что 90% точно у меня бывает макияж на лице, поэтому данный крем отлично мне подошел. Вы знаете, первое такое впечатление, когда вы его наносите, кажется, что очень жирная консистенция, и вот этот жирный блеск, он будет оставаться на лице, но нет, он полностью впитывается, комфортное такое хорошее ощущение, хорошо ложится тональный крем, ни в коем случае жирность никак не проступает. У меня много-много девочек спрашивали, консультировались, писали в инстаграм, какой крем я посоветую. Вот, девочки, я не всем отвечала. Я скажу так, я не косметолог, я не могу вам советовать. Я вам рассказываю именно то, что я тестирую на своей коже. У меня нормальная кожа, но вот сейчас она уже становится более комбинированной, то есть на Т-зоне она более жирная, да, то есть склонна к жирности. Вот, и поэтому я говорю именно за себя. Говорить вот за вас всех, подойдёт ли вам этот крем, я не могу. Поэтому вот если вы ориентируетесь на мой тип кожи, комбинированный, то можете, в принципе, присмотреться к данному продукту. Он также подойдёт и для сухой кожи. Уже вообще производитель советует его использовать для всех типов кожи. Присмотритесь, кремушка мне очень понравился, и тем более с SPF 15, конечно же, за бюджетную стоимость, девочки, он стоил чуть больше одного доллара. Также по просьбе моих зрителей, по просьбе моих подписчиков, я приобрела сплэш-маску для лица от бренда Belita. Меза Гиалурон, даёт лифтинг и омоложение. Способ применения. Небольшое количество сплэш-маски нужно распределить в ладонях и нанести на очищенную кожу лица, шею, зону декольте, что я и делаю, похлопающими такими движениями в течение 30 секунд, то есть до полного впитывания. И дайте высохнуть, да, избегать попадания в глаза и на кожу губ. Маска не требует смывания. При желании маску можно смыть через 1-3 минуты. Можно использовать каждый день, то есть для ежедневного ухода можно её использовать. Вот так вот открываете упаковку, буквально совсем немного вы наносите, ну, пару-тройку капель, вот наносите на руку, распределяете похлопающими такими движениями, вбивающими на шею, на область декольте. Вы наносите и всё. И буквально вот действительно за 30 секунд, даже меньше, впитывается весь этот состав. Нет никакой липкости на лице, то есть полностью впитывается. И кожа такая, знаете, она сразу увлажнённая, очень приятная. И когда вы её трогаете, она такая прохладненькая, да, если можно назвать. То есть, ну, действительно кожа хорошо увлажнённая. Я её использовала и в качестве маски, и как сыворотку я её использую. Мне нравится и так, и так. У неё приятный достаточно аромат, приятная душка, такая неотталкивающая. Но в то же время она такая цветочная, немного цветочная, фруктовая даже, я бы не знала. Повторная покупочка. Это бальзам маска для контура глаз против морщин отёчности от компании Vitex. Лучшие рецепты серии. И объём у нас 30 мл. Это моя повторная покупка. Я обожаю, обожаю эту маску. Я вам уже её показывала и в топ. 15 белорусской косметики и в покупках я вам её показывала. И в видео о пустых баночках я вам тоже её показывала, хвалила. Классная маска стоит меньше 1 доллара. Для контура глаз против морщин и отёчности. С зелёным чаем, петрушкой и огурцом. Хороший состав у него, в принципе. И мне нравится именно действие. Я вам говорила, что утром, когда я хочу такое, знаете, хорошее увлажнение под глазами, чтобы консилер хорошо наносился, я наношу либо патчи корейские, я вам показывала, от Petit Free. И, кстати, будет видео про мой уход, летний уход за лицом. Она имеет вот такую консистенцию белую. И она частично потом впитывается. Я наношу её прям, знаете, таким толстым-толстым-толстым-толстым таким слоем. И она частично, эта маска впитывается. Потом я просто либо ватным диском снимаю, либо ватным диском с моченной водой. Потому что эта маска немножко так подсыхает. Хорошо она питает кожу, она её увлажняет. Я не могу сказать по поводу отёчности. У меня, в принципе, не бывает отёчности. Но вот против морщин, да, она такие мелкие-мелкие морщинки разглаживает. И также за счёт того, что хорошее увлажнение, конечно же, и взгляд такой более выразительный. И утром, ну, не знаю, как-то я себя чувствую хорошо с этой маской. Она мне очень нравится. Поэтому я её советовала и буду советовать. Давайте перейдём к бренду Zaya. Наверное, многие знают данный бренд. Меня также вы просили протестировать что-нибудь. Но, девочки, когда я купила один продукт, я пошла за вторым. А потом на днях купила ещё третий продукт. Поэтому у меня сразу три продукта от бренда Zaya. Это польский бренд. На польском это звучит по-другому. Поэтому буду говорить бренд Zaya. Буквально на днях я приобрела себе от этого бренда тоник для лица с гиалуроновой кислотой серии ягоды Асай. Данный тоник увлажняет, тонизирует, эпидермис. Данный тоник можно использовать в качестве освежающей воды в течение дня. Содержит натуральные активные компоненты. Это у нас ягоды Асай, глюканат кальция, витамин D, депантенол и гиалуроновую кислоту. Данный продукт мне очень понравился. Он мне понравился и в качестве тоника. Он отлично работает, хорошо тонизирует кожу. То есть он хорошо подготавливает кожу для дальнейшего ухода. То есть после данного тоника я использую сыворотку. Использую свой либо дневной, либо ночной крем. Поэтому могу посоветовать в течение дня. А также я могу распылять данный тоник, если нет у меня макияжа на лице. Но поверх макияжа я никогда не использовала этот тоник. Только на чистое лицо. Обязательно. Упаковка отличная. 200 мл. Хороший распылитель. Такой мелко-мелко дисперсный. Видите? Вот который дает прям вот микро-микро такие вот капельки. Очень приятно распределяется. Когда я наношу на лицо, так же у меня затрагивается и шея, и область декольте. Потому что распыляет, знаете, мелко, но масштабно, так сказать. Очень приятный аромат у данного тоника. Мне понравился. И так же могу отметить, что бюджетная достаточно стоимость. Можете приглядеться. На лето будет просто спасение. Тем более здесь и состав хороший, и компоненты активные очень хорошие. Могу вам посоветовать, девочки, просмотритесь. Я прям очень рада, что я приобрела.